Так, присылаете ли вы дневники в другие страны? Еще хотела спросить, какие еще есть варианты ухода молодоженов в конце торжества? Ассалют очень дорого, есть одна идея с бенгальскими огнями. Да, бенгальские огни, европейский вариант, когда молодоженчики уезжают с гремящими баночками. Это может быть какое-то шоу, это может быть просто завершение, знаете, в виде видео какое-то, да, если там нет бюджета на какие-то там шоу дополнительные. Мы, кстати, делали такие варианты, я даже рассказывала вам, у меня есть видео, где я рассказываю о завершении вечера, как можно интересно завершить. В общем-то, вполне можно использовать эти варианты, вполне можно, и вообще мне нравится на самом деле, когда свадьба закрывается каким-то, не просто ответным словом, да, а когда делается какой-то подарок творческий. Вот у нас, кстати, 23 августа была свадьба Артема с Машей, и ребята сделали подарок для родителей. То есть они сказали ответное слово, нет, нет, они сначала запустили это видео, видео на экране, где жених сначала читает, что для него мама, что для него папа, и рассказывает о своей бесконечной благодарности к родителям. Затем невеста зачитывает, что для нее родители, и, вы знаете, это настолько было нежно, я просто покрылась вся мурашками с ног до головы, в очередной раз подумала, господи, какая же у меня прекрасная профессия, всплакнула. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. И после этого ребята взяли микрофон и поблагодарили всех гостей, поблагодарили родителей своих за, в принципе, за то, что жизнь подарили, за то, что сегодняшний вечер состоялся, за то, что они такие счастливые, что у них живы-здоровы родители, что все хорошо. Вы знаете, это было настолько трогательно и настолько приятное было завершение вечера, и что, в общем-то, даже ничего не нужно было. И после этого они там потанцевали еще с родителями, и уже после этого вечер закончился так плавно. Перешел мы, да, мы потом пошли, правда, тоже с бенгальскими огнями на улицу, но это было настолько чудесно, и вот это вот, как идея можно брать вот такой вот вариантик, сделать какой-то такой приятный творческий подарок. Это могут быть не только родители, это могут быть и другие ваши гости, какие-то близкие люди, которые, может быть, приедут издалека к вам, вообще без проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова